не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем да вот какая бывает любовь на свете думаю я с тоской и завистью вот этот годы проходят 45 лет она все живет с одной мыслью живет где-то вблизи где-то около не смею показаться и благословляя судьбу радующую и это болезнь или величайшая трагедия может быть и в самом деле любовь есть трагедии жизни первую любовь и чувство нежного умиления соединенного с безотчетным страхом наплывала на сердце я припоминал всю обстановку январской ночи моего прощания загадочной девушкой и вся эта картина вставала передо мною как нарисованные вчера а страх любви спросила на меня когда я сказал ей чтобы она не пугала то все вздорным страхом смерти страх любви спросила она и тогда не понял о чьей любви она говорила но теперь я же видел это милое перечеркнутое страданием лицо видел и понимал зачем она приблизилась ко мне и так раскинул руки вы не знаете вы не знаете не хотите докататься из острых плеч и скользнула одежда и два темно хрупко вопрошающих глаза блеснули тогда на свете удивленных звезд и потом она приблизилась ко мне и тело мое только словно со вчера хранит на себе еще не остывшую теплоту прикосновения мягкой к груди и бедер да она объяснила тогда мне все о конечно она не гувернатка она бросила для меня семью дом только что быть подо меня какое счастье давалось мне за что-то а я не понимал этого я мог ее отослать от себя я мог сам своими руками оттолкнуть от себя светлое чудо девственной любви но чего я теперь говорю так обрываю я себя и сейчас же слитными тенями наплывают на меня ощущение растерянности и страха почему я теперь не думаю о тассе неужели он неужели же я влюблен зачем думаю я теперь по-иному я люблю вас вот что сказала она упрямо и сурово я люблю вас люблю повторяла она и сама вслушивалась радостно улыбаясь свои слова я не люблю никого потому что люблю впервые какой трепет возбуждает во мне теперь это слово впервые необоримое все превозмогающее слово первой любви но тогда я сказал только я люблю тассе я пытался защищаться этим чистым именем и тогда она еще отвратила на время мою гибель а теперь я гибну гибну мои губы горят от ее поцелуя тассе милая слышишь ли ты меня и вот как бы в ответ я слышу из угла сдавленное рыдание я поднимаюсь всматриваясь что это уж не сошел ли я с ума может быть я сплю и мне только во сне видится как вздрагивают под одеялом бледные словно обиженные плечи тассе неужели я говорил с собой громко и разбудил ее терапливо зажег я свечу тася что ты я все знаю папа говорит она несколько мгновений воздухе висит неподвижное каменное молчание я знаю все повторять тассе приподнимается на постели она приподнялась на локтях над подушками и по тяжестью и рук поднялись кверху углы подушек да это не сон но что же ты знаешь тассе я сходила в сад я слышала все ее ты любишь сердце во мне останавливается и я чувствую как немеет в нем кровь если так пройдет еще минуты я должен умереть но нет кровь начинает обращаться откуда ты знаешь чуть слышно еще с трудом спрашиваю я тассе смотрит мне в глаза долго-долго по твоему лицу как хотелось мне ударить себя обеими руками в лицо и бить его до тех пор пока она не обратилась бы в кровавую массу на которой нельзя было бы прочесть предательских мыслей ты ее любишь сказала она да она прямо сказала мне это она видела она слышала мой разговор еще не успел я подумать что самое страшное было в том что тассе уже знает о любви что инстинкт ее теперь разбужен как услышал вновь ее глухие рыдания маленькая с заплетенными на ночь косами она еще походила на ребенка но мягкая нежность плеч изящная округленность груди уже выдавали в ней девушку и мне было страшно мы уедем завтра тихо сказал я тассе уедем повторила она и вдруг мне стало неприятно что она согласилась так быстро но о чем ты плачешь тассе спросил я присаживаясь к ней ты не хочешь чтобы я любил ее да не хочу в глазах тассе появилось острое необычайное выражение и в первый раз в жизни она вдруг показалась мне некрасивой она уже женщина оглушительно крикнул кто-то внутри меня и сейчас же все вокруг покатилась громом вот и все рушена все может быть я тогда же заснул от утомления тут же в кресле где сидел нераздетый по крайней мере когда я смотрелся за окнами лились потоки слепящего солнца стоял уже полдень и быстро ели перед окнами опаленной жаром птицы и вот я слышу те же сдавленные рыдания те же вздохи что слышал ночью с кровати тассе теперь она сидит за письменным столом в одной рубашке босая и наклонилась к нему облокотясь голой рукой и отчетливо вижу соринку приставшую к краю обнаженной ступни помню мне захотелось осторожно снять эту соринку я думал не о том что то все плачет устала а почему-то над тем как мне снять эту тонкую соринку чтобы не заметила тассе и еще я видел прозрачную нежность одной ладони бессильно плеснувшийся вниз вдоль стула оставшиеся вывернутые беспомощно и нежно точно румянец стрел на этой коже ладони как мне хотелось поцеловать ее коснуться губами этих нежных содрогающихся пальцев но чего она снова плачет я неслышно подхожу к ней и склоняюсь над ее головой над этими массами золотых душистых волос никогда не знавших щипцов и нежнозавитых и вижу как она читает на клочках набросанные моей рукою бессвязные слова странные нелепые неподходящие ко мне являющиеся ей впервые я склоняюсь ниже и в ужасе читаю что мной самим было написано в первый вечер встречи я читаю я люблю тебя всегда любил я всегда помнил тебя я люблю и любил только тебя а это же я писал тем вечером когда они внезапно приехала в гостиницу я встретился тогда с ней в столовой при погашенном электричестве и мы спускались затем с ней в лифте и загадочно жутко рели в сумраке вот цвета ее глаз я перечитывал снова эти тихие словно отравленные слова я люблю и любил и видел и понимал как отравляют они неведомым желанием душу таси но не мог двинуть рукой не мог шевельнуться и все стоял за ее спиной и читал и губы мои раздвигались безвольную растерянную улыбку да я любил тебя я любил твою чистую первую неотразимой любовь я был подчинен ее власти рано или поздно ли но первая любовь должна осилить и покорить сопротивление бесполезно да это все писал я вот они мои торопливые словно воровские слова выведенной дрожащей рукой такие невинные обыкновенные на вид состоящие из каких-то крючков и черточек писаные смесью воды и красок и однако такие властные что заставляют бледнеть нет это неправда я не любил и не люблю тебя я не видел тебя я не знал тебя ты создание моего заболевшего мозга я брежу ничто не изменилось не треснула стаин города по-прежнему мой алмазный мир создание белой идеи наш замок не тронут и никого чужого нет между нами двумя ибо мы твой мир нет я никого не любила никого не люблю кроме тебя моя тася громко говорю и и вот передо мной выявляются глаза эти необыкновенные глаза опушенные ночью ресниц и все лицо ее юное тонкое недоверчивое искривляется в презрительную смешку вот как говорит мне она и бесшумно поднимается со стула большая и строгая я с трепетом прислушиваюсь к необычайности и слов вот как так она еще никогда не говорила со мной ты не любишь ее ты любишь только меня а кто это писал кто написал все это эти слова я смотрю на тасю какая она большая и серьезная разве это не девушка уже проникшие сердцем в тайной жизни я скрывал я заколачивал перед ней двери а душа ее все же обошла меня душа ее всколыхнулась я я первый безумным движением выбил камень во главе угла и накренил громаду своего белого храма что теперь делать чтобы спасти остатки здания было одно снова лгать я ухватился за это посредине средства тем быстрее что лгать я уже начал перед тасей что ложь теперь была не впервые моем мире ложь еще раз треснула в мозгу громом погибнет мир построенный на лжи но медлить было нельзя и глаза мои сощурились как ястреб выбирал ли на теле птички наиболее незащищенное место тася моя милая крикнул я и мой голос мне показался чужим и гадким чтобы не дать ей прочесть лжи в своем лице я обнял то все за плечи и привлек ее к себе так тесно чтобы чистый взор и не мог подняться до уровня моих глаз тася моя единственная это я тебе писал ночью тоскующие строки это тебе думал я говорят что любил и люблю только тебе я возносил ту ночь у свои страдания и лишь тобой и вот оси меня останавливает она вскрикнула она отодвигается от меня упруга откачиваясь на нежных мускулах рук она поднимает на меня глаза и говорит в изумлении папа папа повторяет она сейчас же голос ее начинает дрожать нет я уже выросла я не маленькая не мне писал ты эти слова и не обо мне ты думал мне стыдно я закрываю глаза чтобы не выдать ими своей неправды и отхожу и сесть в угол но она снова приближается ко мне и как раньше касается холодными пальцами моих век словно желая открыть их насильно и говорит с презрением зачем же ты лжешь папа я знаю ты любишь ее зачем лжешь среди ночи я внезапно просыпаюсь и сажусь писать я смеюсь и радуюсь я пишу я счастлив я нашел что-то в жизни мне улыбается тихим желтым пламенем блестоящие свеча а в окно смотрит черное небо сплошь усеянное серебряным песком да я что-то нашел в жизни я весь озарен и молниями бегут по страницам тетради счастливые очарованные молодые слова я молод я забыл сколько мне лет я хочу сказать что жизнь обаятельна что действительно жизнь только на этой земле что там наверху только химера и бред а вся жизнь и работа и счастье только здесь на этом неустроенном свете от кого я слышал эти слова почему они зажгли сердце фанатика и аскета почему вместо неба он видит землю и не никнет и счастливое его побежденное лицо да я забыл свою странную белую сказку я весь на земле да вот она и пришла любовь любовь подошла ко мне сорок пять лет а я все-таки смеюсь я не чувствую старости я влюблен слышите ли вы все я влюблен и смеюсь слышите ли вы мой смех я стою на балконе уже утро я смеюсь и мне вторит своим смехом птицы да долго меня держала в оковах скорбь теперь я улыбаюсь лазурная радость кутает мне сердце я смотрю на все с благодарностью и ласково трогаю посветлевшие за ночь камни балкона и нежно поднимаю с пола маленького блестящего муравья я спрашиваю его любишь ли ты кого-нибудь маленький муравей и не к мило ли ты пробираешься на свидание этим тихим утром что говори громче шепчу ему я ведь я ничего не слышу от заливающей меня радость вот он кусает меня в палец он сердится на меня за то что я помешал ему идти на свидание он укусил меня пускай мне не больно мне так радостно что он ужалил меня я люблю да я люблю тебя люблю милых девушка за глазами газели я люблю и мне хочется фантазировать на песнь песней соломона на то чем полон ее в это свежее утро чем занятой что пишу увлеки меня за собою мы будем восхищаться и радоваться на этом солнце как дети имя твое благоухает как запах трав и прекрасные щеки твои как утро ну же поцелуй меня лапзанием уст твоих для меня имя твое как благоухание розы скажи мне ты не любила никого до меня нет я знаю ты никого не любил вот почему щеки твои свежи как утро а у груди твоей лепестки цветов вот почему самые груди твои похожи на бутоны только что улыбнувшийся солнце бутонороз вот и прекрасно я знаю это я видел глаза твои темные как агат и когда ты положила на плечи мне руки мне показалось под ногами моими улыбнулась земля так говорю я тебе выйди возлюбленная моя и вот ты уже выходишь платье твое мелькает через решетку сада ты идешь и улыбаешься мне издали и протягиваешь мне руки и вот левая рука твоя касается моего сердца тогда как правая дотронулась до глаз и они перед тобой закрылись ты целуешь меня и распускают деревья свои листья и расцветают кусты а ты говоришь мне я полюбила тебя и не уйти тебе никуда от моей первой любви и покоренный ею я остаюсь с тобою навеки так сижу и записываю я летающие как ветер слова а вокруг окон и деревьев серии птицы влюбленное солнце я со смеющимся сердцем смотрю на птицы думаю как они свободны будь у меня крылья я полетел бы за тобой да вот вспоминаю я тургенева и на мое старое сердце со всех странно охлынули молодые женские души и под их ласкающим прикосновением зарделась она уже давно поблегшими красками следами бывалого огня а вот я вижу с постели на меня смотрят порозовевшие тази никогда на ее лице не было таких прелестных утренних теней никогда не сверкали так ее плеч папа говорит она отчего ты смеешься ты стал какой-то светлый совсем молодой ты смотришь на меня совсем другими глазами да ты какой-то новый я тебя никогда не видала таким я другой говорю слушая слова и сам улыбаясь я сегодня совсем другой тассе я писал всю ночь когда ты спала видишь бараха из писаной бумаги это все я написал ночью написал потому что люблю и вдруг омрачается лицо тассе и вместе с этим точно по удару обрывается и все мое светлое настроение я вспоминаю что было вчера только вчера было что-то ужасное а я об этом забыла смеялся и писал радостные молодые призывы и мог забыть обо всем этом потому что я был влюблен а теперь сейчас вот мне делается страшно за тасси и пропадает все очарование ночи ее любви что будет стаси этому я чем кончится все это я раскрыл ее и не знающий взгляд что увидит она теперь в этой страшной жизни что увидит но нет как я не думаю о страшном мне не делается ни страшно ни печально мне по-прежнему хочется смеяться и так как мне совестно радоваться перед опечаленной тассей то я беру шляпу и ухожу я поцеловал ее перед уходом поцеловал светлый завиток у виска и уходя уносил с собой и острый печально испытывающий взгляд но не было мне от него больно мне даже захотелось петь на лестнице что же это за странная сила что так движет людьми думаю я идя по улице такая странная необъяснимая что заставляет людей быть жестокими и нечуткими думать только о себе и забывать о всем смысле положенной жизни да я влюблен и поэтому мог забыть что в душе моей тасси происходит борьба словно отрава притаилась ее стихшем сердце и теперь не слышно наверно растет растет и неумолимо надвигается но я все позабыл я не думаю об этом иду и смеюсь в ответ мне смеются деревья и камни я приду домой и запишу все это я счастлив и радостен потому что снова пишу да я нашел что-то в жизни весь мир мне кажется сейчас прекрасно я смеюсь и мне улыбаются на люди потому что чувствуют что я влюблен и пишу о любви вот идет мимо меня девушка и я улыбаюсь что нет нет я только влюблен я ловлю и записываю в своей душе пробегающие в ней мысли мое сердце смеется она прозрачно как горный алмаз я люблю всех вы не бегите от меня а кто это там стоит у магазина нищий тася дай ему золотой или нет около меня тася я даю ему свою шляпу уже видите его картос развалился а вот он надел мою шляпу и она ему в пору и я радуюсь этому а мне зачем мне шляпы если я влюблен да да вот я на распутье я стою среди поля раскололась моя жизнь две дороги сейчас идут от того места где я остановился одна дорога моей души усеянная кристальными иглами уходящие в светлую словно снежную бесконечность дорога это безгрешно все в ней бело как крылья ангелов но отчего же тянет меня к другому пути грешному земному прекрасному как улыбка женщины раскрывший объятья да два пути между тази и они и куда мне идти кто выкажет я бессилен я блуждаю в отраве пламенной моя душа я все шел по одному пути я видел в жизни только непорочность только белый вот свет сияний крыл и вот новые краски расцветают передо мной пламенеет сердце кружится голова хочется смеяться и плакать и раскинуть кому-то руки и кого-то взять к себе в себя близко взять и не отпускать я безумен я умираю в безумии вместо молитвенника у меня в руках розы и одна из них ядовитым шипом у кого у меня в сердце и оттуда каплет кровь да куда мне идти по какой дороге неужели я отхожу от тази от моей белой мадонны неужели в будущем стану писать я радость их любви неужели вместо вздоха непорочности я услышу теперь стон проснувшейся страсти и увижу розовые тени лица и сжавшиеся в экстазе губы и трепет первый трепет разбуженной любви и содрогание плеч и бессильно повисшие утомленные обнимавшие руки да нет же нет этого не может быть это минута затмения я снова силен и насторожимая душа и взгляд мой смотрит острый смело и вот я иду домой да к себе я иду к тази и отбросил все но чего же я снова думаю о любви и как не гоню смутные мысли опять переношусь к ним прежним к песне песней соломон который может быть и положила основание всем песням любви всех поэтов всего мира поднимись ветер с севера и пронесись с юга повей на сад мой и польются ароматы его пленила ты сердце моя сестра моя невеста пленила сердце моё одним взглядом очей твоих одним ожерельем на шее твоей запертый сад сестра моя невеста заключенный колодец запечатанный источник вот голос возлюбленного моего который стучится отвори мне сестра моя возлюбленная моя голубица моя чистая моя потому что голова моя вся покрыта рысою кудри моей ночной влагою я скинула хитон свой как же мне опять надевать его я встала чтобы отпереть возлюбленному моему и от перла ему а возлюбленный мой повернулся и ушел души во мне не стало когда он говорил я искала его не находила его звала его и он не отзывался мне заклинаю вас дочери иерусалимские если вы встретите возлюбленного моего что скажете вы ему что изнемогаю я от любви в тихом очаровании и возвращаюсь в гостиницу иду по лестнице да я изнемогаю от любви так неслышно она ко мне подкралась и так взяла все смешалось все рушилось и неустанная работа многих лет разбивается в древески однако где жена уже минула ночь минули утро и полдень я все думаю о ней а сам не иду к ней узнать где же она может быть она ждет меня может быть она зовет меня а может быть а не уехала что-то хрупко вздрагивает внутри меня да я должен сейчас же увидеть ее узнать где ее комната и увидеть надо только сначала посмотреть где тася и что она делает только это надо только это да не слышно я вхожу в свой номер и останавливаясь на пороге вот она моя белая невинная только на два дня отодвинул ее моей памяти что-то новое чужое она склонилась на перилами балкона и смотрит ожидая меня вот она мое очарование белокурой сказка жизни моей стараясь не производить шума и осторожно прокрадываясь к балкону и наклоняюсь на тази и сейчас же я бледнею мне холодно и страшно что это не начинаются ли во мне галлюцинации безумие я вижу склоненном ее скорбное недоумевающее лицо а внизу у стены напротив балкона стоит с грязными щетками в руках серьгой в грязном ухе мальчишка итальянец тася что это едва раздвигая губы спрашиваю я тася вскидывает на меня лицо все она залита краской смущения говорит она точно вздыхая чуть слышно и закрывает вспыхнувшее лицо но самое ужасное я вижу не в этом а в том что мальчишка увидев меня поспешно убегает значит это уже не впервые острым предчувствием проносятся в моей голове значит они уже сходятся вместе значит все погибло тася что это жалко растерянности повторяя я я-то серепещет что-то все не отнимая рук от лица я хотела дать ему денег папа отходит от перил балкона бросается на кровать начинает плакать потом поднимается и выходит из комнаты поздно ночью я поднимаюсь и осторожно выхожу я бледен ломит кости может быть у меня начинается лихорадка но тогда тем более надо спешить я решил я решил бесповоротно пусть в жажде жизни трепетно содрогается душа пусть сердце умирает в тоске я заставлю ее уехать и снова приду к тассе теперь я весь целый весь в особенности и нужен теперь или никогда я спускаюсь в бюро уже швейцара и спрашиваю о русской барышне к счастью сейчас кроме нас здесь только одна русская номер 48 о конечно это в том же этаже где мы сейчас 10 минут разговора я снова прежний неизменяемый все решено который однако час два часа что же если она и спит но мне почему-то кажется что она не спит вот номер 48 несколько мгновений ты будешь жить безмятежно как прежде моя милая мечта без осторожности холодно и спокойно стучу я в дверь войдите да конечно она не спала она сидит за песеным столом и пишет склонив свою милую голову она оборачивается вздрагивает нежный испуганный жест бросила ее рука ее лицо залила и насколько до мгновения сделалась словно детским все это я вижу я видела рубка и движение пальцев поди вспыхнувших щек но вот я и пришел грубо говоря если это письмо вы писали мне я пришел как видите да я писала вам тихо говорит они она все отворачивает лицо она боится меня и предстоящего разговора и это чувствую и хмурюсь я пришел сюда вовсе не за тем что вы думаете все грубее и обиднее говорю я и развязно сажусь в кресло устала и смотрю на узкий вырез платья у ее шеи я просто шел мимо и решил заглянуть к вам и сказать да мною допущено несколько странностей я прошу прощения я сказал несколько глупых слов но теперь я пришел в себя и говорю вам нужно уехать и опять так же точно так же как было то раньше много лет назад при этом слове надвинулась и вскинула на меня глаза и все лицо ее овеяло страхом уехать повторила на одним взглядом я снова как и тогда наклонил голову чтобы не видеть с какой ужасающей бастротой бледнели ее губы вы опять говорите уехать и пусть и того как только недавно я же сказал я ошибся угрюмо прерывая я не говорил вам ничего извините вы ослышались и неправильно поняли меня я никогда не целовал ваши руки я не думал о вас и мне было совершенно безразлично что вы четыре пять лет жили подле меня я даже нахожу некрасивыми ваши глаза слышите ваши глаза я советую вам как можно скорее выйти замуж я хочу оскорбить вас за то что я поцеловал когда-то ваш локоть за то что вы положили мне на грудь ваши голые руки за то что вы приехали сюда и сидите здесь в этой гостинице зато и внезапно я вижу подле себя странное бледное затуманенное лицо и весь смешанный запах духов и женского тела и два твомных глаза пылают подле меня о говорите шепчет она стоя около на коленях да говорите мне больше как вы не любите меня но когда ты кончишь когда ты остановишься и посмотришь вокруг я скажу тебе уже ночь и заснул весь мир заснула вся эта прекрасная земля на которой жить так радостно и жутко заснули все только нас двое и никто не узнает если ты возьмешь меня этой ночью ведь помни помни затем и уйду она шепчет это она взяла мою руку и прижимает к себе к своей груди неслышно подающийся о послушайте как бьется сердце она верно она не обманет она всегда была верного она клянется я уеду этим же утром но только раз жизни дайте мне воспоминание радости на жизни смерть на жизни смерть повторяет она тише и упрямее знаете ли вы что значит пять лет жить с одной мыслью жить тут же рядом и не сметь уедать да тогда действительно спутывается между собой жизни смерть и ты не знаешь которые жизни которые смерть и обе они равно жуткие прекрасны вот говоришь ты наступил утро и его нет у тебя и это смерть но он живет он же рядом и ты можешь его увидеть если простоишь два часа на улице и эта жизнь он не думает о тебе он занят только одним на свете и ты для него не что это смерть но твоя любовь победит ты возьмешь его он будет вы хотя бы несколько мгновений и это жизнь ведь это в залог поцеловал он тогда твою руку и жизнь захватывает тебя и ты да теперь мне все ясно озлобленно прерывая ее я и встаю и отталкивая ее рукой так как вижу что она бросается ко мне я все вижу прекрасная дама говорю я и так вдруг ненавистно мне ее тихо измученное лицо все это мне теперь достаточно ясно это не выспренние идеи и поэтические слова все это одна лишь физика да да физика выходите скорее замуж милая барышня это мой единственный ответ и сейчас же вижу как ее удивленное лицо темнеет от оскорбления я вижу как хлынула кровь к этим нежным вискам как заливает она своими потоками этот ласковый милый лоб как словно от тяжести или невыносимой боли вздрагивает на шее и голова как вся она отступает в горестном изумлении и всплескивает руками и прикладывает их к вискам и это сказали вы скрикивает она беспомощным сломанным голосом и снова отступает и всматривается недоверчиво точно проверяю слышно это сказали вы вы на которого я молилась днем и ночами к моей поклонялась кого ждала вы с этими глазами можете быть таким грубым боже мой как я ошиблась вас как ошибалась все время как ненавижу как презираю вас как раскаиваюсь своей любви в каждом взгляде брошенном на ваше безумное лицо я кланяюсь ничего не может быть лучше мы раскаиваемся с междоусобным удовольствием действительно мы никогда не были расположены друг другу я отлично понимаю что я руководила желание выйти замуж за богатого вдовца что иногда ведь и удавалось бедным гувернатка она всплескивает еще раз руками издает словно придушенный ах опять вскрикивает как бы поражаясь той без негадостей который мог выбрасывать мою да за богатого вдовца кричуя хотя и никогда не был ни богачом ни вдовцом и размахиваю руками вы отлично знаете что у меня были средства может быть об этом догадывался ваш отец теперь такой век что ничему нельзя удивляться только вы ошиблись в расчете и вам никогда не удастся но послушайте наконец останавливает она меня уже ослабевая в изумлении но послушайте однако что вы говорите давай обезумели вы да вы ошиблись в расчете кричуя так громко что занят в комнате стеклышки люстр и в то же время удивляюсь что на безумные крики мои не сбегается народ вам не удастся ваша затея мои средства останутся для вас чужими можете уезжать ни с чем я понял все я плюю на вас я прокричал это на весь коридор и вышел хлопнув дверь и сейчас же услышал за собой быстрый шум шагов и шелест шелка нет послушайте снова говорит она уже без гнева и удивления она схватывает меня за рукав близко придвигает к лицу моему зажженную свечу и смотрит испытующее так пронизывая взглядом что я невольно прячу глаза да вот она что раздельно говорит они и робко улыбается и все смотрит на меня и качает головой вот она что она повторяет медленно все более уверенным и торжествующим голосом и светлыми искрами вспыхивает ее голос и блестки счастья так вот для чего вы клеветали на себя я поняла вас вот для чего говорили вы мне все это ты боялся сказать мне что любишь меня почему ты боишься милый когда я с утром уеду клянусь тебе утром ты уйдешь к своей тассе а я больше не покажусь близ тебя никогда милый зачем ты так клеветал на себя зачем уйти хотел от любви нельзя уйти от нее нельзя никогда я смотрю да я сижу в ее кресле и она поди меня улыбающийся и улыбка ее точно свежая рана она устала она с развитыми волосами и стадливое солнце первого утра бросила искру на ее обнаженную грудь о как же это случилось как могло случиться уже рассвет я провел ночь в ее комнате и окружен девственным запахом ее тело я взял его я обезумен я проклят всею чистотой моей тассе я снова сблизился женщиной после стольких лет кричуя в безумной боли что это я наделал что я сделал снова что-то чудовищное безумное против чего боролся всю жизнь я взял девушку я же видел это я рушил тайну непорочности за что проклинал других я гордо учил девственности и сам упал сам падаю во второй раз но чего же я не видел в глазах ее ненависть и презрение да да я говорил я проповедовал я писал о целомудрии всю жизнь отчего же не видел я теперь в глазах ее презрение отчего не было ужаса перед насилием у этой невинной девушки отчего она это мной взятая и теперь столь же чистое незнающие и невинное радостно несмотря на все а как стучит сердце может быть ты ошибаешься это совсем не так страшно как ты думаешь говорит мне кто-то и смеется за спиной замолчи же проклятое сердце бешено кричуя отчего ты стучишься и бьешься по-прежнему когда умер белый цветок и чему ты радуешься похоронив невинность нет может быть ты в самом деле ошибаешься снова мне шепчет дьявол ты только взгляни в ее счастливые глаза что я смотрю и она стоит тут же девушка только час назад и не видно более перед озарением радости в прозрачных чертах ее лица неужели же это особенность склада и женской души обвивающие поэтическим облаком грубое насилие мужчины неужели сила любви ее притворяет во что-то сверхчувственное озаренное пошлый житейский акт ее внутренние святыни остается девственной не уничтожаемой ничем слушай говоря угрюмо и безвольно слушай ты и останавливаясь не знаю что сказать наконец собираюсь с остывшими точно умершими мыслями слушай ты мне поклялась ты выедешь сегодня уеду милый ласково говорит она и улыбается будь спокоен она уехала в то же утро через час или два и это сейчас же почувствовал потому что мне стало внезапно легче точно тяжесть упала с души я выпрямился но внутри меня все дрожало да конечно падала и никла сердце я знал это сердце бежало туда за нее сердце хотела сказать ей нет останься но ее уже не было она не ходила здесь где-то вблизи не надо было прислушиваться к шуму ее шагов и от этого крепла сопротивляемость воли ты должен жить без нее говорила себе должен жить на ином и сейчас же смутной отравой заливала душу сознание идиически чистый трогательно необычайной любви что это что вспыхивала словами и на душу надвигалась щемящие чувства невозвратной потери как она взглянула на меня прощаясь как простила мне всю мою грубость отчаяния милы шептал я холодея издавливая себе лоб слышишь ли ты как люблю я тебя чувствуешь ты как мне тяжело без тебя и сейчас же слитными картинами плыли в тенях первые шорохи проснувшегося страха стыда первые вздохи отчаяния и покорности отдаленную тенью проносилась прелесть робкой улыбки стыдливо сжатых губ о как больно и единственно полу закрывались передо мной ее глаза как темнели они и как светлели внезапно покорно и жутко милы веришь ли ты как полюбила тебя знаешь ли ты что я всегда любил только тебя знаешь ли ты что я только теперь понял тебя что я тебя никогда не забуду наши души сплетясь блуждали в пространстве и сошли вместе обнявшись в мир печали и слез и потом во тьме его разошлись и долго искали во тьме друг друга и умирая нашли жизнь разделяет нас но мы снова сойдемся мы будем искать и найдем и встретимся и не разойдемся мы никогда а теперь я иду к другому я должен быть на ином я встал и потянулся во мне трещали кости он думал я солнце светит по-прежнему и по-прежнему поют птицы а часть моего существа уже отделилась от меня растворилась вместе с ее уходом и перешла в небытие да вот она может быть сидит в вагоне заломив горе сноруки и бессознательно улыбается в пространство отсутствующим взором она шевчет что-то вздрагивающими губами а подле нее сидит может быть незнакомый мужчина и думает про нее вот если бы если бы а быть может она бредет одиноко по холодному берегу пустынного моря и думает думает о чем она думает тася радость моя милая я иду к тебе да вот я думала нет и не бывает теперь этой безмерной самоотверженной женской любви которая была когда-то а теперь кажется сказочной я думал наш век всего пошляет уравновешивает уже нет теперь среди женщин и мужчин прежней незабываемой опаляющей любви все подчинено законом приличия все взвешено размеренно что можно и чего нельзя а вот я увидел эту любовь и и бессмертную трагедию несколько лет они жила тут же около не смея сказать о себе да жила и вот ее уже нет я хотел идти к тася я должен идти к ней я не могу двинуться не могу шевельнуть рукой она уехала она едет и хочет умереть или она сидит в душной комнате какой-то гостиницы сознавая что все все кончено навсегда но я должен идти я должен смириться с мыслью о конце или женская или девичья любовь или плен или освобождение от страсти я поднимаюсь усилием воли я говорю своим ногам станьте ноги я говорю рукам двиньтесь руки иди говоря себе иди ты должен идти потому что мечта твоя забыта тобою и опустела царство мечты твои я иду а сердце зовет в обратную сторону зовет к пустынному берегу моря в душный номер неведомой гостиницы к стулу окна на котором сидит она умирающая милая они приди же пока не поздно говорит она мне у приди же спаси меня ведь я так еще молода я имела только мгновение счастья за что же я должна умереть нет я поднимаюсь по лестнице я иду к себе временно или вечность поцелуй женщины или святость бескровной мечты железными руками кто-то взвешивает передо мною и склоняются медленно весы и отбрасывая на стене черную тень тянется к двери комнаты железная рука и послушно распахивается перед нею дверь еще на пороге охватывают меня сомнения еще можно убежать молнией проносится моей голове можно еще отыскать ее и соединить жизнь ее с жизнью тасси человеческой с небесным громом гремит каменный голос я делаю усилие переступаю порог и оледеневшей рукой запираю за собой на замок двери понимаю ключ что ты говорит неудивленная тася я пришел к тебе тихо отвечая сейчас же я бессильно сажусь на диван опускаются руки да вот я и пришел думаю я то прежнее уничтожено я пришел к тассе я запер за собой дверь на ключ я не выйду отсюда я прежний я спокойный и радостный дьявол пытался искусить меня но я поборол его я здесь падите прочь темные призраки странно бегающим взглядом осматривая нашу комнату да вот она милая уединенная с пучком сирени нарисованным на потолке с двумя громадными окнами выходящими на балкон в одно окно по-прежнему виднеется море а в другое северное глядит острый выбежавший в море мыс и на нем чернеют стены крепости через которые не перейдешь трата а по-прежнему радостная уныло доносится до меня с крепости учебная музыка она гремела также когда мы жили здесь вдвоем стасей пока не было среди нас ее 3 она также заунывно также печально будила в нас невинно давние воспоминания радости точно что-то сияющее входило в нас в нашу душу с ее несложной мелодией о как было мне радостно слушать ее тогда сидя рядом стасей и касаясь рукой ее волос как безмятежно радостно было мне точно и мне самому было также 8 или 11 лет точно не довели меня в прошлом не смерти близких не разочарование жизни крата а мне хотелось тогда подойти к тассе и взять ее за руку и бежать по этой зеленой лоснящийся мураве под этим слепящим солнцем вот за эти кубы маслин за эти башенки шпили и коры как было радостно как было но разве сейчас мне не радостно разве я не счастлив по-прежнему нет клянусь мечтою я радостен я вне призраков я сейчас засвищу запою я возьму тасю на руки тася и вдруг страшное нечеловеческое потрясающее рыдание вырывается из меня точно поткнули стрелу в спину посиделого льва и лев раскрыл пасть и крикнул на весь город тася она уехала а я схватываюсь за волосы волосы по-прежнему короткие пальцы срываются и снова заиный вопль прокатывается по комнате тася она уехала а бледно испуганно изумленно понимающие склоняется надо мной лицо тася папа милый говорит она и становится около на колено и проводит рукой по моим волосам тебе больно ты мучаешься так ты любишь ее нет я не люблю ее отвечая тася нет вовсе нет и ты ошибаешься я люблю только тебя я всегда любил только тебя ты напрасно думаешь я дай мне твое сердце папа тихо говорит мне тася и склоняется ко мне и заглядывает в глаза волосы и пахнут фиалками как детстве дай мне твое устало и сердце мой папа я положу его вот сюда на ладонь и поглажу его другой рукой своим пальчиком осторожно и нежно я скажу успокойся бедное сердце посмотри ничего не случилось все осталось по-прежнему и снова мы двое как будем всегда в немом изумлении я смотрю в глаза тассе да она уже давно не девочка она уж давно не говорит как дитя ее слова осмысленные серьезно и проникают в глубину сердца как дыхание лета она уж понимает мужскую душу уже умеет подойти к ней успокоить ее она все понимает ее прежнее незнание невозвратно ушло но сейчас это открытие для меня не больно я сознаю что все рушено все обнаружилось мне не хочется думать об этом моя душа ослабла изнемогает и хочется мне сейчас столько женской ласки улыбки нежности женского утешения точно переменялись мы местами и дальше передо мной не дочь а как мать и точно я перед ней маленький каким бегал когда-то давным-давно на заре своих дней я возьму твое сердце к себе на ладони ласково шепче тассе я поглажу его и спрошу сердце сердце отчего ты тоскуешь разве не все у тебя по-прежнему разве ушли от тебя люди и оставили одно тассе говорит еще что-то мне рисуется золотистый свет лампы черняк на и бледное склоненное лицо матери которые никогда не видал она умерла моими родами я знаю это я не видел ее никогда однако сейчас вот она сидит передо мною и цветы вишни в ее темных волосах да я вижу ее перед собой сейчас она идет это нежная скорбно улыбающаяся женщина с хрупкой девической талией словно готовой сломиться от малого ветра это женщина моя мать чистые невинные слезы закипев поднимаются с самого дна моей души я возьму твое бедное измученное сердце лепечит ася я согрею его своим дыханием я помогу ему жить и работать помогу ему говорить людям о вечности любви ну подними голову но улыбнись ведь я же с тобою я люблю тебя слышишь люблю тебя одного и никогда не полюблю никого другого потому что никого нет лучше тебя я останусь всегда с тобой и сейчас же точно под ударом сжимается мое сердце я поднимаюсь я взял голову тассе обе руки и притягая близко ее лицо к своим глазам еще перед этим в чуду своей боли я слышал опасные острые слова но они все еще скользили не задевая и вдруг огненные боли опалили душу почему ты говоришь останусь с тобой разве ты думала да говорит ася я же выросла папа разве ты не видишь опять внезапно точно по удару я просыпаюсь среди ночи о как люблю я ее как бесконечно она мне дорогая необходима сердце мое все защемлено неслыханной боли содрогается душа и хочется кричать и выйти от боль и руки тянутся в темноте к ней ушедшей вернись подожди я люблю тебя не уходи от меня я люблю вас сказала она мне она лежала в моих объятиях она касалась меня своими устами а я мог потребовать я был столь безумен чтобы потребовать чтобы она уехала от меня навсегда ой это ты не слышно взятой поцелуи женская рука содрогнувшиеся в моем пожатии тебя уж нет со мной всего несколько дней тому назад вот такую же ночью может быть в это же самое время я держал тебя в своей и вот тебя уже нет со мной совсем нет и никогда не будет и даже неизвестно где ты теперь и сейчас в комнате тяжкий сумрак ночи я смотрю вокруг себя беспомощно и вижу только тебя во всем во всем она уехала от меня тупое отчаяние сдавливает мне душу мне так хочется плакать умирает мое сердце она уехала от меня навсегда а эта улыбка это тающий задрожавший в лес глаз когда я подошел к ней впервые это беспомощное движение и ужас и сейчас же взгляд полной любви и трепетно побледневшие страхи губы и замучено ждущие поцелуи где я увижу теперь все это нет я не увижу этого никогда она никогда никогда не повторится она ушла навсегда она потеряна для меня навеки она умерла тася тася ты же видишь я люблю ее безумно я весь полон боли ожидания и тоски за что же я должен уйти от нее за что мы должны быть разлучены навеки и вот ее уж нет со мной и может быть кто-то другой грубо касается ее рук которые я покрывал богомольными лапзаниями может быть кто-то другой уж обнимает ее она говорит пускай все равно его нет со мной кончено все вот она идет по улице в темноте и кто-то крадется за ней и перемигивается с соседом думаю что то а я сижу вот здесь у себя на кровати один за замком и не могу ей помочь и никто не видит как слезы падают из моих глаз и текут по рукам удайте же мне ее дайте я люблю ее я не могу жить без нее отдайте мне ее всю какой была она в ту ночь передо мною я встаю и внезапно рука моя ложится на что-то мягкое и нежное вещи и холодку я всматриваю из сумраки нет нет это только роза чья-то роза какая-то роза положенная кем-то моей постели только цветок и сейчас же я вздрагиваю клянусь улыбкой твоей твоим умирающим взглядом ведь это та самая роза которую кинула ты мне вслед содрогнувшись рукою когда я уходила тебя навсегда да вот этот умерший цветок она держала в своих руках в нем еще хранится аромат ее пальцев хотя роза уже умерла но аромат еще хранится и веет и вот это все что мне осталось от нее на весь остаток жизни это все-все навсегда только вот они эти вянущие лепестки похожие на щеки тоскующей женщины как подаются они под моими пальцами как цепко проникает через них холод в самое сердце души у дайте же мне ее дайте скорее она сказала мне я люблю вас она сказала мне это зачем вы ее отняли от меня я смиряюсь перед жизнью перед властью инстинкта и законов мира я не борюсь не бунтую только возвратите мне ее хотя бы на несколько мгновений я виновен перед нею безмерно я был слеп я много о себе думал нет я ничего больше теперь не думаю о себе нет я только человек маленький слабый человек но я хочу любить ее слышите хочу любить ее я вспоминаю каждое движение каждый вздох каждое слово улыбку вот она отошла от окна в своем легком прозрачном платье и нежно оттиснулась на свете лампа круглась ее бедер а конец платья зацепился за стол и образовалась лодочкой складка и была она единственной бывшей во всем мире на все времена его только раз а вот она отошла от окна и в изумлении всплеснула руками и потом сказала мне прости навсегда и заломила руки и под упавшим на плечи рукавом затемнили нежные волоски никогда никогда не вижу этих стыдящихся волосков а потом я уже уходил от нее и она повернула ко мне свое затуманенное лицо и глаза и блеснули как падающие звезды она тонкой шеи сдвинулась крохотная морщинка я не увижу более этой полоски на шее я не увижу никогда в будущем выступившего при склонении шеи смотного чертания позвонка у мечта моя у горе моего отчего же это все меня так мучает отчего больное сердце моё как и олова арфа схватывает малейший ветерок самое малое доновение красоты отчего я чувствую до такой боли тогда как другой проходит мимо всего этого проходит и забывает как кружится голова как мне душно приди же милы положи трепетные пальцы мне на лоб пусть прольется по заболевшему мозгу освежающий холодок приди я зову тебя я неслышно подхожу к окну раскрываю его и зову тебя шепотом приди разве ты не слышишь нет ты не слышишь ты далеко я не знаю может быть ты сейчас на земле может быть среди моря на его светлом искрящемся песке а может быть ты уже плывешь плавно взмахивая крыльями средь океана звезд стой подожди захвати меня с собой что шепни мне громче нет тишина да тишина я лежу одиноко не слышно даже движение тассе умерла все весь мир вся вселенная все миры и вот я один решенный а не пессильным пластом лежу на кровати отчего так жутко и пусто отчего умерли все звуки земли и реют вокруг только страшные призраки что если она сейчас умирает если это ее вздох растаял в ночи вокруг меня если она уже лежит навсегда ушедшие если на губы мои сползает холодное ощущение мертвого поцелуя кажется мне что кто-то отлетает от меня и летит передо мной все выше и выше о хоть какой-либо стук или шум только не чувствовать этого леденящего уничтожающего страха хоть была и собаки или стук сапога или свист или звон я поднимаюсь с постели беспомощно озираясь и внезапно ухо моё ловит настоящий звук жизни какой-то стук который мне кажется чарующим эта жизнь пришла я не умер кто-то зазвенел стукнул или свистнул я на земле я жив и со мной моя тассе моя единая светлая живущая для обновления мира мечта я прислушиваюсь может быть я слышался и никакого шума не было но нет вот зашумели опять похоже будто слабо испуганно вскрикнул проснувшийся человек потом еще отозвались где-то в стороне отчетливо хлопнула рама или дверь что-то бросили сверху и крик раздался уже в трех или пяти местах то шумы были тревожны это кричали бегающие люди я отчетливо слышал доносившиеся с асфальта тротуаров стук каблуков я слышал что-то выносили но людей было еще мало и голоса оказались растерянными пока в черной раме окна не сверкнула извиваясь оранжевая полоска сред за ней уже мгновенно и внятно суетившиеся люди крикнули а и звук этот раскатился по квадрату площади ах заголосили где-то я прибонялся на постели и увидел как снова тьму ночи перечеркнула багровой молнии пожар мелькнула моей голове и точно в ответ мне кто-то крикнул по-французски горим горим и крики участились и шум голосов топота и падений слился в одну линию монотонно но жутко повторяющихся звуков в это время темные стекла окон словно расплавились задрожали растеклись поплыли и сделались оранжевыми вся громадная рама окна и стеклянная дверь идущая от пола до потолка вдруг стали багровыми и заискрились поплыли в оцветах я подошел к балкону напротив на черной земле лежали взвивающимися языками полоса пламени у подножия громадного дома муравьями суетились черные люди два окна этого дома были ярко-красные и звенели от падавшего вниз стекла обуглившаяся балка раскалена пестрела как обитое перламутром слабо порозовели еще две или три соседней храмы и вот из распахнувшейся и упавшей двери в темной индиго южной ночи шипением вырвалось к небу пламя все растерянно суетившиеся внизу люди вскрикнули ой всех скинули головы и пламя взвелось словно старшинное и мгновенно окрасились его тревожащим цветом все стекла каре папа папа вдруг услышала из-за своей спиною и не успел еще двинуться как раздался быстрый топ от вас их ног и испуганная тасси оплела мою шею холодными руками папа мы сейчас умрем разве ты не видишь плачена показывала на вырвавшиеся пламя маленький пальчик и вдруг окрасился цветом пламени и две красные искорки блеснули в ее расширенных от страха зрачках вся нежность моя вся неизмеримую любовь все вынесенные страдания вспыхнули во мне разом при этом тонком крике нет сказала дрогнувшим голосом взял на руки тассе нет повторил я прижимая к себе мы не умрем мы будем жить тося не бойся мы будем жить с тобой как жили всегда и странно точно снялась при этих словах с души цепкой паутина точно пламя полившие стены дома вдруг прокатилась огненным пожаром а по моей душе и сожгло в ней все нанесенное зоне и согнутая душа вдруг выпрямилась и расширилась как стальная пластина клянусь вам я ощущал я почти видел как выпрямлялась и ширилась стальную упругостью моя душа точно колела ее стуаршинное пламя и вместе с этим цепко охватывало меня чувство ожившей уверенности в себе нет мы будем жить как раньше крикнул я в окно прямо в лицо пожирающему дом пламени красный дьявол вдруг выпрыгнул из дыры крыши и вскинув руками оглушительно засмеялся слышишь мы будем жить как раньше закричал я опять я снова окреп я снова силен и душа моя снова не ведает жалости знаю только одно в мире мою мечту не бойся то есть все кончено я держу в своих объятиях прижавшуюся птичкой то все и чувствую как растворяются в пламени мои настроения последних дней пламя сжигает моем сердце болезненные микробы нет теперь я уже не в их власти душа моя прошла через огонь она очистилась в нем для моего вечного горения и мне уж не страшно что пылает вся крыша противоположного дома и кажутся жалкими только смешными и жалкими растерянные усилия людей да я снова нашел в себе волю и силу и остаюсь со своей мечтой высоко на скале и вокруг меня кружится как муравьи люди пусть они смеются над моим мечтанием пусть жаль от меня мне не привыкать к этому слышите жальте на здоровье а я все-таки дам вам свою мечту страшно ли тебе склоняюсь к юрису спрошу я тось нет отвечает ася с тобой папа мне не страшно нигде а помнишь говорю ей и улыбаюсь помнишь как сказала ты в детстве человеке горят что-то укалывает меня в сердце не я ли горю но я выпрямляюсь нет ты не помнишь этого ты была маленькая маленькая а теперь ты ничего не боишься ничего не боюсь я смотрю вот внизу хлопочут прибежавшие солдаты они проворно двигают баграми волочат пожарные рукава и пламя шипя скалит зубы как отвратительное чудище нянькиной сказки не сказка кончилась я снова на жизни снова я на своем деле и больше уж не собьюсь вот с грохотом и лязгом сваливается сверху раскаленная мечущая искра вывеска вот лязгнула пластом упавший на асфальт тротуара железная дверь все равно пламени все меньше короче делаются рыжие языки и уж не показывается из дары крыши огненный дьявол да остается все меньше и меньше призрачной власти огня хочешь я разложу эту мистику на составные химические части и будет все так общеизвестно так обыкновенно до смешного заурядно а также слышите также я могу разложить на составные жалкие примитивные части и ижитые мною обуревавшие меня волнение моей любви немножко нервности слабости изрядная доза красоты два грана воспоминаний и двести драхм воздержания вот вам и вся она эта мистическая настойка нет со мной оживет высокой единственное чувство с ним я вошел в мир с этой мечтою смейтесь надо мной и жальте меня но я вошел в этот мир со своей трагедией очищения эту трагедию или поднесу как правило жизни или умру то си веришь ли ты мне что я люблю только тебя спрашиваю верю говорит тася опять побежали дни полное той прежней своеобразной прелести тихих переживаний которые составляли светлую основу нашей совместной жизни опять мы вставали на восходе утра я сейчас же брался за работу а тася теперь уже как взрослая садилась за мои бумаги и разбирала и переписывала торопливо набросанные страницы вникая в тот странный противоречивый мир метущихся настроений которые являлись их содержанием ведь была в них сама жизнь странная противоречивая загадка полно это манящий прелести то самых грубых чудовищных обманов а что есть жизнь жизнь немая громадная женщина ступающие по земле босыми ногами звенящими как медь спросить ее но уста ее немы сказать ей но и руки плотно приставлены к ушам она не хочет ничего слышать она только улыбается глухонемая и идя дарит одним улыбки других давит медной пятой указать ей на то что она давит беспомощных но глаза ее завязаны непроницаемым покрывалом а люди люди мелкие муравьи присмокающиеся на кучи навоза которые им кажутся дворцами и храмами люди это песчинки облепившие ветку а ветку эту несет ураган по воздушному морю вихрь бросает ее справа налево и сверху вниз а в это время среди муравьев идут свадьбы и войны и гремит музыка и совершаются открытия так называемого прогресса то есть тщетных усилий создать бессмертия посредством пироксирина и пушек аэропланов и штыков и тщетно зовут и избранные они разрозненные не слышат дружественных голосов как рудокопы со слабыми гнуткими кирками они роются во тьме разбросанных подземелья со слабо светящими фонарями огоньками их душ и видят только стену перед собою и не слышат других и ударяют закрывающий пути громады своими криками а где-то над ними ступая медными пятами идет немая улыбающаяся женщина и указывает невидящим людям одновременно и вправо и влево и вверх и вниз так записываю я в книгу и снова начинаю волноваться но тася читает все это неубежденно нет папа говорит мне она нет это не так пусть жизнь самом деле громадная загадка но даже из страданий своих над нею ты вырастешь цветы из цветов твоих зайдут вечные семена и что-то не говори о жизни она все-таки светлая и ясная посмотри она такая сияющая так чудесно жить я взглядываю на нее да она сияющая ее 16 лет наполняют ее только радостью только очарованием она вся в паре расцвета она зреет на этом солнце как невинный цветок зачем же я почти пятидесятилетний утомленной буду омрачать ее порывы к радости и разве у меня уже нет ничего светлого разве я сам не имею под для себя громадную неиссякаемую радость до отвечая это жизнь светла и упоительна я сам влюблен в солнце и море до глубины не меньше тебя я сам очарован до глубины души тем что ты со мной я записал все это неверно и ты то есть можешь если хочешь эти риски и зарвать нет то все вскидывает на меня изумленные глаза и тонкими искорками излучается из них светлое озарение нет я не зарву этого папа она бережно складывает листки в ступку прячет в ящик и запирает на ключ ты храни их ты перечтешь их папа а потом сам опровергни ты скажи да вот какой оказалась мне жизнь я ошибся жизнь это прекрасное загадочное творение если она и женщина то прекрасная как вечно юная афродита а если мы еще не понимаем ее то не доказывает ли это что наши глаза еще мало видит и что время зарит невидение наших глаз да ты права моя тася шепчу ее и склоняюсь чтобы словно не означай дотронуться губами до ее волос я делаю это совсем незаметно то все в это время надевает перчатки и очень рад что она не заметила моей маленькой хитрости мечта моя светлая говорю я смотря в распахнутую дверь балкона а может быть она и в самом деле права со своими шестнадцатью годами отчего же в самом деле безгранично прелестен этот купол неба отчего ночью так чарующе светит море звезд этих вечно алмазных зерен если жизнь в самом деле так груба и преступно нет здесь кроется неясно и непонятно еще не досказаны даже лучшими людьми но тогда не надо ли как можно скорее всем сосредоточиться на мысли о жизни о как оно ласково это синеющее перед глазами море ни ветра ни малейшего дуновения все дрожит и купается в ласках вездесущего солнца все замерло в его поцелуях точно изнемогшие от влюбленности да вот кроется что-то лучезарное в этой влюбленности небо и земли вот и об этом надо крепко подумать еще о многом о многом надо думать и писать и достанет ли жизни чтобы записать все это хотя бы не отделанными набросками смотри птичка вскрикивает тасси выйдя на площадь пролетела птичка я смотрю сидит на ветке крылатая дурочка самая обыкновенная маленькая серая отчего так восторженно вскрикнула тасси может быть ее шестнадцать лет окрасили эту печушку в райские лазуревые цвета а какого цвета это птичка спрашивая склоняясь к тассе глаза и темнеет от удивления разве ты не видишь у нее синяя грудка а смотри какие чудные желтенькие перышки на концах ее крыл да так и есть она видит многое что я уже не вижу я заметил что птица только серые она тося изукрасил его все радужные цвета но конечно всему этому причина влюбленность неба в землю ощутимое только в шестнадцать лет в эту пору расцвета всех сил бытия а вот и жучок идет по тротуару замечает тасси склоняясь к асфальту его также выслал из его квартиры солнце смотри у него крылышки сверкают как опал где жучок я ничего не вижу где спрашиваю я да вот же вот он уже упал испугался она видит и опаловые крылья а я уж не вижу но как радостно мне солнце что она вот эта идущая со мной девочка видит в жизни опаловые блески мы выходим на простор незастроенной равнины ведущий к морю снова вокруг нас эти милые неубранные пустыри ни одного дома только влево скала да садик до полуразрушенная болюстрада морского берега чуть всколыхивает здесь по равнине бесшумный ветер головки травинок я смотрю на тасси золото горит и плавится на ее голове я смотрю на милые завитки на ее висках на маленькое выскользнувшие из-под выреза платья родимые пятнышка у левого плеча и душу мою завевает чувство неизъяснимой радости тася моя милая никого нет возле нас во всем мире мы опять одни тася взглядывает на меня и улыбается что чему ты улыбаешься цветок мой что я люблю тебя да и вот мы снова у моря и снова испытывая знакомое волнение видим на его камнях ищущих раковин полуголых мальчиков мы опять бросаем им деньги так чтобы они не заметили кто их бросил и отходим и потом садимся на скамью ласковый ровно дышит на нас беспредельное море снова вспоминаю яма пассана его яхту и воскитание по морю и вдохновенное единственные по грации мысли на воде все светло по-прежнему ничего не случилось тася как и прежде маленькая тихая девочка и сидит на скамье не слышно как мышка солнце заливает светом море а по морю прокатывается чуть уловимый ветерок и точно рассыпанным снегом покрывает гребешки бесшумно рождающихся волн едва ощущается этот скромный застенчивый южный ветер он не видим в этом светло-голубом срите и море и небо мягкая тишина догорающего вечера захватывает опьяняющим покоем и точно вся вселенная плывет в каком-то незримом ритме я снова во всей полноте чувствую как необычайно хорошо здесь вдали от людей здесь вдвоем стаси далеко от всех знающих нас мы сидим и слушаем сказки моря и смотрим как покраснела но в том месте где окунулась в него влюбленное солнце день заката бежит дальше и дальше и ревни в обледнеет береза неба какая-то тайна свершается мы видим между этим морем солнцем и небом но тася как хорошо как безмерно хорошо и сейчас крепнет сумрак посинела на горизонтах становится свежее но тем шире и полнее дышит грудь мы поднимаемся идем к своей гостинице тася весела она надумалась на мечталась и щебечет как птичка самые невероятные проекты родятся в ее голове вот сейчас бы сесть плотку и приплыть в то место моря где окунулась в него солнце может быть там и в самом деле стоит лестница упирающийся в небо подняться бы по ней к звездам и спросить как живет умершая мама тася не верит моим словам из астрономии и хочется объяснить все по-своему она так радостно так светла она словно дитя и то что было между нею бродячим итальянцем кажется мне сейчас таким нелепым далеким и не опасным разве ты не видишь что это дитя говорю о себе чистый невинный ребенок которого скалыбели неотстопно защищали от самого малого доновения жизни посмотри в ее глаза в эту единственную чистоту непорочного взгляда как мог ты думать о чем-то недостойном к ней не идущим и оскорбительным вся эта нервность неврастение бред усталого мозга она чистая наивная и доверчивая как прежде так мы бродим с нею до глубокой ночи каждый день мы уходим с утра и возвращаемся лишь в сумрак мы объездили окрестностей ницы балье монте-карло и ментоны исходили чуть не все побережья этих городов и каждый новый день является нам в прежней непорочной прелести точно ничего не было темного совсем ничего и лишь однажды поздний вечер принес мне их и прошедшего я получил с посыльным письмо от анны любовны она удивила меня но не испугала я взял в руки клочок белой бумаги без трепета без волнения несмотря на то что он этот маленький кусочек говорил мне о том что она жива и нес в себе несколько мыслей и слов ее милый прежде любимый но я даже не вскрыл конверта я вышел с ним в постой номер и там сжёг письмо на свече после этого я передал посыльному свою записку в которой стояла я сжёг ваше письмо не читая милая прости меня если можешь кончено все дни идут для меня в радости но этот день прошел тревожным и знаменательным утром я получил письмо я уже давно с неприязнью прочитываю приходящие ко мне письма напоминающие меня о людях и делах это письмо правда не было неприятным она была от издателя он торопил меня с обещанным романом ему случайно довелось приехать сюда на ривьеру и остановиться в каннах он хотел бы повидаться и потолковать о том и о сём писал к двенадцати часам я был готов к выезду в канн прощай стаси я говорил что вернусь после обеда раньше издатель меня бы не отпустил обедать ей придется без меня а так как это приходилось впервые то можно было накрыть стол и в номере когда я садился в трамвай на балконе нашей комнаты показалась тася она кивала мне улыбаясь и я видел с каким любопытством смотрели на меня соседи пассажиры так как я был теперь подстрижен то есть выглядел молодым то я мог догадываться как оглядывали они меняет асю но сегодня это меня не оскорбляло было слишком светло на душе чтобы омрачаться пустяками пусть думают что хотят людям свойственно думать низкое но сегодня мне все равно говорил я себе около меня сидела слегка подкрашенная молоденькая дама в трауре синими кругами под глазами и улыбалась мне совсем недвусмысленно все равно думал я с любопытством рассматривая дам ах господин как трудна жизнь в наши времена сказала на мне в пол голоса и с улыбкой прищурила подрисованные глаза и осмотрелся и видя что за нами не следят тихонько взял ее маленькую руку и заложил сложенный в комочек стофранковый билет заварис ее перчатки на ладони мне так радостно сегодня милая дама сказал ей шепотом прошу извинить мою неделикатность что я обращаюсь к вам мне так радостно у меня есть взрослая дочь которую я безумно люблю дама вспыхнула милым румянцем и отвернулась лицо у нее перестало быть игривым вот она свободная женщина подумал я как чисто и нежно она покраснела она больше не приставала ко мне и лишь изредка взглядывала на меня сбоку видимо не без удивления а я ощущал на своей щеке и теплый словно нагретый ласковый взгляд и думал вот ведь можно же просто и откровенно говорить с людьми подъехав к нам я вежливо с ней простился она улыбнулась мне уже совсем по-другому немного растерянно но радостно было у меня на душе я был счастлив что мог немного помочь этой случайной мною встреченной женщине который я совсем не знал не знаю и которую конечно не увижу никогда от деловых разговоров с издателем я освободился однако раньше чем думал он был молод и не хотел говорить подолгу о серьезных вещах можно было бы проехаться например в балье предложил он и пообедать в модном ресторане где частенько обедал бельгийский леопольд я подумал было что мог бы еще потратить часа два и на это но услыхав из-за притворенной двери шили шелкового платья стал отказываться к моему удивлению издатель настаивал и вскоре из двери смежной комнаты вышла приятная дамочка в желтом платье меня представили не думайте я русская сказала нам не хотя решительно ничего не не думал я русская меня зовут евгений я только воспитывалась за границей и вышла гражданским браком вот за этого господина скажите а не знали ли вы одну девушку из высшего общества внезапно спросила на меня среди деловых разговоров я ответил что моей жизни мне довелось видеть очень мало девушек а что насчет высшего и низшего общества то я не знаю что я должен сказать барыня вспыхнула да конечно она выразилась не точно она забыла назвать фамилию и поэтому все вышло не ясно фамилия я такая то не приходилось ли знать ее зовут ее анны львовны под ее внезапным взглядом я вздрогнул как от прикосновения искры я побледнел я это чувствовал нет сказал я отходя к окну нет я не знал такой никогда не знал не помню впрочем добавил издателю я готов поехать с вами в баре мы собрались в модном ресторане все обстояло как по писаному обедала много самоизысканной публики и среди нее сидел бельгийский король леопольд распорядитель сейчас же подошел к издателю и со счастливой гордостью объяснила ему что его величество изволили прибыть уже полчаса и вероятно проработать еще столько же так как заказали себе то то и то то почтительными глазами он поводил влево от нас где за столиком окруженной кучкой элегантных дома мужчин благодушно улыбался представительный старик широкой белой бородой жизнью которого так шумно занимались газеты несмотря на присутствие высокого гостя нам подарил очень скверный кофе и кекс зато хоры пели оглушительно причем один из певцов узнав от распорядителя что мы русские пропел известный романс очень черный в котором с большим чувством вместо слов очень жгучий и прекрасный пел очень скучно и опасно и мне все это сразу надоело я ждал только разговора с евгений чтобы уехать к себе в тихий антип но заполучить ее было не так-то легко самого момента появления короля все ее внимание оказалось поглощенным она так таки и кончила тем что очутилась за соседним столом близ леопольда тучи расфранчанных и сухих очевидно очень важных французов окружила ее она улыбалась до того что среди зубов ее блестели пломбы но некогда было ждать я подойдя к ней кратко попросил позволения сказать несколько слов по секрету издатель уже совсем развеселившийся отпустил нас забавным примечанием однако когда мы отошли к беседке и решил захватить евгению врасплох и поэтому сказал и с улыбкой я просто подумал что вам надоели эти французы и отвел вас евгений покраснела не знаю почему и как будто бы польстил мое внимание ах ужасно воскликнула она и зачем-то пожала мне руку конечно пустой разговор сплетни вы расскажите мне лучше вашей дочери да недорно сказал себе однако начала рассказывать и внезапно среди рассказа спросил ее как и хотел а зачем вы упомянули тогда про ну львовну евгений смешалась до того что щеки распухли как разве вы ее знаете растерянно спросила на разумеется знаю ответила не совсем вежливо но меня больше интересует вопрос почему они заговорили вы однако евгения оказалась хитрее чем я думал она уже оправилась от своей внезапной растерянности и повела длинную осторожную речь о том что были они с анна львовной подругами по институту что их матери даже состояли между собой в близком родстве и что она анна львовна недавно жила здесь на ревьере позвольте прервал я она и сейчас на ревьере мне это хорошо известно но как же вы могли быть под руками по институту когда вы же в гостинице сказали мне что воспитывались за границей евгения опять смешалась да и за границей зарепетала она и даже схватила меня за руку когда сделал движение чтобы идти я правда после института воспитывалась за границей но мы сами такие друзья вот она просила маленькое письмо она подала мне крошечный конверт вот значит зачем меня вызвали она была у вас недавно хмуро спросил и не дожидаясь ее ответа и видел по глазам ее что она была добавил до конца во всяком случае передайте анне львовне что я вскоре выезжаю в испанию или в африку мы еще не решили может быть даже в японию это моя давнишняя мечта а за письмо спасибо правда я не буду читать его я вскрыл письмо и отдал его изорвав крест-накрест изумленной евгении но конверт я спрячу конверт я сохраню слышите так и передайте анне львовне холодно распрощавшись с евгений я простился и создателем и несмотря на все его уговоры уселся в экипаж наняв его прямо в антибы я сердился на то что потерял даром несколько часов на то что от меня все еще чего-то хотели сердился и сурово сжимал в похолодевших руках маленький слабо хрустевший конверт когда же я отъехал от бестолково разряженных людей от нарядных вилл постриженных деревьев экипаж покатился по скромным равнинам антип на душе моей снова сделалась радостно и умиленно и весь день этот представился мне радостной молнией точно не было в нем никаких неприятностей и волнений опять светлое чувство прокатывалось по сердцу где-то за горой олив плыли по закату бледные облака с вздрагивающими краями и от этого на душе становилось нежно захотелось снова чего-то отошедшего милого близкого и сердце сжалось горем я вынул из кармана маленький и скомканный или наберевший конверт на котором она живущая где-то вблизи и живая набросала вот эти знаки пером и осмотревшись вокруг прикоснулся к нему губами да вот этот адрес эти буквы означающие мое имя написала она хотела чтобы слова были пламены и может быть внутри конверта пробежали огнем еще другие опаляющие слова но я не видел их к счастью я не мог снова отравлять ими свою душу на конверте я читала слова самые спокойные заурядные не опасные какие пишут мне например из москвы старый александр до слова были обыкновенны но жутко и сладко веял от конверта губы которыми я коснулся слов ощущали вкус ландышей и сердце мое все больше щемило в тревожной боли милые крикнул я слышишь ли как я люблю тебя как тоскую по тебе но я не приду никогда я должен быть у тассе говорю себе поднимаясь по лестнице своей гостиницы я счастлив с ней как ни с кем было буря но она промчалась все кончено улыбаясь я растворяю дверь номер я нарочно отпустил экипаж на площади чтобы сделать тассе сюрприз я приехал раньше чем обещал я прошел с черного крыльца как обрадуется она моему внезапному приходу вот она на балконе тассе говоря становясь за ее спиной и вот я замечаю тассе оборачивает на меня тревожно бледное растерянное непонимающее лицо а за ней внизу под балконом стоит мальчишка итальянец с сапожными щетками и сиркой в ухе папа говорит тассе недоумевающее прячет лицо он стоит здесь под балконом весь день пораженная увиденным почти потерявший силы я опускаюсь в кресло вот оно что было здесь без меня весь день чуть слышно повторяю я и поднимаю из кресла весь свой рост должно быть в меня страшное лицо потому что тассе схватывает меня за руки она стремится отвести меня от двери я вдруг понимаю это а бешено кричуя и в глазах моих мчатся красные пятна ты не хочешь меня пустить чтобы я убил его тебе его жалко почему тебе стало жалко его папа трепетно говорит тассе закрывая лицо я подхожу к двери балкона и бросаю оттуда вниз стул хотя мальчишка на улице не один и как раз подо мной кто-то проходит мальчишка взмахнул руками бежит прочь вастан бешено кричуя бегу к себе чтобы схватить другой стул и швырнуть его вдоконку но тут бросается ко мне дрожащие тассе папа милых кричит она и схватывается за спинку стула которыми уже взмахнул воздухе папа что ты делаешь ты бледен у тебя конвульсии папа остановись а тебе его жалко мой крик разносится по комнате как вопль раненого зверя а я-то думал ты целый день стоишь и любуешься им с балкона ты находишь что это тот самый юноша которого можно полюбить ты назначил ему свидание папа беспомощно говорит около меня в кресле тассе голова его прислонилась каменной стене на лбу вывели синие жилки и слезы непрерывными струйками текут по ее лесу по блузке оставляя на полотне серые зигзаги и впервые я не бросаюсь перед ней на колени я слушаю ее рыдание холодно хотя внутри меня все рвется в куски да сердце мое не бьется душа моя с каждым мгновением облетает клочьями но кто-то отнял у меня власть двинутся и ноги неподвижно как камни ой ой схлепывает в углу тассе и голова и движется из стороны в сторону невносимой боли я вижу я чувствую как оскорбленное сердце ее просит меня подойти к ней обласкать и утешить но ноги не идут и в жутком смертельном оцепенение я слышу как постепенно и страшно стихают рода не тассе и по мере того как они стихают мне делается все страшнее она звала меня я не пришел без скромной мыслью думаю я и вот рыдание тассе наконец стихает она поднимается с кресла бледно я считаю мгновение мертвой тишины зачем ты мне так грубо сказал все это сурово и презрительно медленно разделяет слова спрашивает она зачем ты снова говоришь нет вы чего я не знала вот наступает последнее думает мой окаменевающий мозг тассе поворачивается ко мне с презрением лицо ее гордо бледно и неподвижно она стала ко мне спиною медленно смотрит в окно и потом обращает ко мне голову лишь настолько что я вижу ее профиль да я полюблю его жестко и извительно говорит она она смотрит не на меня выше на стену и вижу я все только ее профиль и на нем померкший обесцвеченный глаз да я люблю я влюблена в него я любовалась им с балкона я сходила к нему вниз на улицу и целовала его я назначила ему сегодня свидание ну вот и все кончено улыбаясь говорю о себе маленький старичок заглядывает мне в лицо качает бородой и говорит что же ты плачешь ведь ты сам разбил золотое блюдечко и покатилась яблочко вон оно катится по большой дороге ступай догони пламя поднялось над моей кроватью и светилась зонтом потом этот зон закружился на своем стержне и вокруг засвистал ветер я приподнялся на постели посмотрел вниз вдоль моей постели на полу упираясь косматыми лапами стену вытянулся козлоногий дьявол вертел между лапами стержень огненного зонта я понял почему лоит ветер и засмеялся бледно испуганное лицо тассе показалось над моей головой глаза ее были так близки что я начал считать ее ресницы папа милый папа ты болен крикнула она и две холодных как градинки капли скользнули на мой лоб я хотел их поймать но они упали на одеяло и на том месте вдруг выросли мгновенно две голубых лирии похожие на небо кружение зонта остановилась запахло цветами я в саду я в саду до чудесной незабываемой виллы мы идем вместе стаси по аллеям крепко держась за руки вот ее тонкая рука зачем же ты дрожишь тасси а чего так бледны твои губы ты хочешь крикнуть ты увидела ее ту который я поцеловал руку у локтя а не моя милая я жег твое письмо не читая но я люблю тебя как любил всегда я всегда любил тебя слышишь я любил тебе даже помнишь той ночью когда просил тебя уехать навсегда а как положил это мне на плечи руки я люблю вас сказал это мне и машина с грохотом покатилась вниз визжат рельсы колеса трамвая куда это я качусь у седого камня обломка павшей скалы мы встречаемся с юной девушкой платье и белоках лебединые крылья в одарении за морем тают красные облака я люблю вас кричит она мне и бежит за мной тася она бежит за мною она хочет догнать меня тася спаси меня о-о-ох кричит свисток паровоза вот мы убежали от нее мы заперлись в купе и она звенья медными пятами идет наравне с поездом высокой как гора тася отгони ее зачем у нее завязаны глаза зачем она улыбается тася зачем ты плачешь мы не впустим ее к себе мы вагоне трамвая около нас пассажиры добрые люди которые дружелюбно улыбаются нам вот они вдруг все сделали испуганные лица что такое случилось вовсе ничего просто я при всех поцеловал тасю вагоне трамвая не косите глаза господин кондуктор я поцеловал свою дочь господа кричуя и бегу вдоль трамвая вы не смущайтесь я не сделал ничего неприличного я поцеловал ни жену не любовницу а только дочь и сейчас же все лица заулыбаясь и послышался негромкий ласковый смех и все перешептываются и пожимают мне руки господа я прошу прощения говорю я я не сдержался потому что меня заливает радость вашего вечного солнца так это ваша дочь восхищена говорит мне офицер и на седых висках его тают морщины о какая она прекрасная какое сияние струится с ее лица все равно вдруг вмешивается еще кто-то я вижу наглое грязное лицо с черными глазами все равно он не имеет права целоваться в вагоне это я могу поцеловать его дочь я смотрю он протискивается к моей постели с сапожными щетками почистить башмаки говорит он мне и вдруг набрасывает на меня подушку и начинает душить старшинное пламя вырывается из-под кровати тася мы горим кричуя я горю разве ты не видишь мое сердце обуглилось в огне страданий дзен дзен падает звенят стекла шумом срывается сверху войска магазина и за сейчас же клянусь вам мою мечтою я вижу как из-за угла пылающего дома выскальзывает черной тенью мальчишка с сиркой в ухе это он поджог дом и вы не видите держите его в его руках горит щетка разбрасывающая во все стороны дымный пламень он скрылся в подъезде нашей гостиницы и может быть бежит уже сюда но нет вот он крадется осторожно вдоль стены и глаза его блестят зеленоватым огнем как глаза волчонка бум делает кто-то в воздухе из дома с треском вылетают клубы синего дыма и тут же три остальных стены мягко и послушно разваливается по кирпичам мальчишка напуган он взмахнул руками и побежал и на заливе пожара блеснула алая серьга в его ухе это он тот самый который крался к тассе вдоль забора гостиницы это он нарушено поджог дом чтоб погиб я в огне чтоб потом завладеть тассей а вот он выползает из-за письменного стола проклятый тебе было мало одного стола я вскакиваю с кровати и бегу за другим столом к балкону папа опомнись кричит мне кто-то бледная чужая девушка в одной сорочке охватывает мое колено и хочет меня задержать а я понимаю тебе жалко его ты боишься чтобы я не убил его прочь я отталкиваю попадая ей пальцами в грудь и грудь жалко и стыдливо подается но девушка все сдерживает меня отбрасываю и волочую по полу так что слышу как стучат по покрытому ковром каменному полу кости и колен ты не хочешь впустить меня к балкону ты боишься за своего любовника прочь спасите кричит кто-то придите на помощь он хочет броситься с балкона я оборачиваюсь неслышными шагами подходит ко мне директор гостиницы и за ним несколько незнакомых людей он убежал успокойтесь говорит он мне он не придет никогда больше вам может подтвердить об этом сам наполеон бонапарт седой стриженый господин в пенсне подходит ко мне и спокойно берет за руку как извинился за последнее время тот чисто любивый человек это вы считаете себя идеалистом вы который оставил по себе миллиарды трупов в чуму и общее зверение вы чья специальность была выдавливать из черепов мозг и удобрять поля человеческими костями извините я не верю в ваш идеализм я не звал вас я плачу за свою комнату и вы не смеете ко мне входить позвольте я не хочу ложиться слушайте это же насилия почему вы не заступаетесь за меня тася ты видишь он вынимает из моего черепа мозг это его давняя специальность но мне еще нужен мой бедный мозг я не позволю его замораживать уйдите тише все ушли папа ласково говорит мне тася мелкими сверкающими алмазами убраны и реснички я вижу как смешно раздавляя пальцы уходит из номера покачивая головами эти странные люди я слышу как скрипят их башмаки милая тася ты спасла меня от них благодарю тебя за все что я видел когда-нибудь от тебя а больше всего благословляю за то что ты существуешь не пугайся это я говоришь мне ты с улыбкой я смотрю какие кольца теней синеют на твоем бесконечно милом лице тася ты даже не причёсана твоя коса расплелась и солнце бегает по ней быстрыми радующимися блесками я ревну и к тебе даже солнце тася прогони его только я и никто больше не смеет касаться твоих волос ведь только я создал мечту о тебе причем же тут солнце закрой окно опусти занавески не впускай никого этот сияющий день не режет глаза ах ты говоришь настала весна это птица щебечет на вершинах пальм разве это птицы то которую я любил имела темные волосы я разлюбил ее а волосы этой что передо мной как улыбка солнца мимолетный миг я любил ее а эту люблю уже вечность и буду любить блуждая по всем планетам неба и не забуду никогда и память о ней передам людям я весь полон чудесными голосами моем сердце распустились яркие цветы я не в силах сдержать себе трепет затронутых мечтой струн подождите я построю и памятник из белоснежного мрамора я построю замок из жемчужных нитей своей фантазии и веду в него свою белую сказку непорочную мечту зачем ты плачешь милая девушка разве мой замок мало не украшен разве не отделана стены его тончайшими нитями из берилов моего сердца разве не яханты моей крови вплетены в инкрустацию колон выше науки искусств выше славы героев я поставлю этот памятник в сердце мира и на белом пьедестале его будет стоять для вас необычное то мимо чего вы проходите равнодушно чистая девушка с незнающими очами которые суждено новой мечтою перестроить мир я поднимаю с подушки голову и сейчас же она бессильно падает вниз но открыть глаза я могу без труда и открыл их все напоено волнующим солнцем все сияет смеется переливается дрожит по весеннему свежо реет воздух а в раскрытое окно тянет медовым запахом проснувшейся зелени теперь бы к морю думаю я как там теперь хорошо хочется рассмеяться без всякой причины только потому что в окно тянет ароматом листьев солнце везде на стенах на драпировках на кучке моих рукописей на разрисованном потолке и на тонком личике тассе что такое отчего у губ твоих горькая складка отчего чуть приметная морщинка залегла на твоему лбу да и губы твои побледнели не алые они как лепестки мака они бледны и бескровны точно не смеялись уже давным-давно отчего ты похудела моя милая тассе лицо тассе поднимается от книги легкая линия тронула рот она опускает голову и киев класс трепещут смущенно нет я здорово мой папа как ты говорит она рассеянным движением глаз я перебрасываю себя в противоположное зеркало удивленно глядит на меня чужое бледно-зеленое лицо с провалившимися глазами вновь оброшая жесткой черной сидеющей бородой смотри тассе борода снова выросла разве я давно уж лежу нет недавно отвечает тассе и снова отворачивает лицо у тебя была небольшая лихорадка у тебя но чего спрашиваю в удивлении и хочу поднять руку а рука падает камнем вскинувшись лишь на четверть до чего все это начинает глухо раздражаться повторяю я но тассе только отходят в сторону и вместо нее на стол постели садится пожилой гладкостриженный господин с пестрыми глазами ну вот и не надо сердиться говорит он мне по-французски и берет мою желтую словно восковую руку свою теплую розовую благоуханную с массой дорогих колец я смотрю какая у него мягкая атласная кожа это не то что кожа северного него растения она упитана выхалена и составляет предмет может быть самой насущной заботы своего обладателя до сердиться не надо повторять стриженный господин вместо этого лучше скушайте супу он подает мне тарелку в которой я вижу плавают куски курицы и улыбаясь говорит мне ну вот мы теперь покушаем куриного бульона падите к черту вдруг обозрясь выкрикивая я и так бешено что круглая голова доктора откачивается на тугих воротничках а сконфуженные тасси поспешно выходит из номера подите к черту чтобы я стал есть вашу падаль как смеете вы мне предлагать то чего я не ем доктор предупредительно улыбается и покачивает головой до иным людям свойственны маленькие странности он насмотрелся на них на своем веку но если какой-нибудь больной выдержавший двухмесячную горячку и съезд для поправления своего здоровья куриного супа господь не должен на него гневаться за это я начинаю понимать в чем дело вот оно что два месяца горячечного бреда да вот отчего это курькая складка у бровей тасси вот отчего побледнели ее губы они не улыбались два месяца где же тася быстро спрашиваю я ваша дочь удивительная девушка отвечает доктор я не видал таких самоотверженных девиц нигде в мире но ей необходимо отдых и спокойствие если она вам сколько-нибудь дорога да я не буду кричать говоря покорно я прошу вас извинений доктор и благодарю за то что вы сохранили меня для дочери болезнь была достаточно серьезно объясняет он мне с видимым удовольствием вы понимаете я больше всего должен был бояться за ваше сердце а когда однажды в горячечном бреду вы хотели броситься с балкона с балкона смутно припоминаю что-то спрашивая да с балкона доктор тщательно вытирает свое лицо раздушным платком с хитрыми инициалами вас удержала лишь ваша дочь которой это обошлось дорого так как руки и были исцарапаны вами в кровь и и руки замирая тоже сошепчу я я исцарапал ее руки я ее руки я ожидание подступает к моему горлу я плачу бессильно покорно и легко вытирая глаза углом подушки и она мне ничего не сказала даже что у меня была горячка я припоминаю теперь что она сегодня одета в кофточку с длинными рукавами она подумала даже об этом вы не должны ни о чем ее расспрашивать строго предупреждает меня доктор вставая со стула так как входит тася уже довольно было всего да я буду молчать я шепчу чуть слышно я соглашаюсь только об одном вас прошу не принуждайте меня есть мясное ведь у всякого человека есть свои убеждения даже смешные не правда ли но он за них держится почему-нибудь и это в конце концов можно понять молот не носим даже кожаные обуви и голос мой звучит устал и беспомощно ну хорошо хорошо улыбаясь соглашается доктор теперь уже дело наладилось и вы можете сохранять все свои идеалистические причуды до свидания он почтительно целует руку тассе и и пошептавшись с нею склянок с лекарствами уходит я вздыхаю свободнее спасибо тебе что ты ушел милый доктор я благодарю за твои старания но все же спасибо тебе что ты ушел домой тася взглядывает мне в глаза прикладывает руку к моему лбу и видимо остается мной довольна слабая улыбка расцветает на ее губах точно тень прежней ясной детской улыбки запуганная робкая осторожная так жалко мне стало тассе что я вдруг двинулся и заплакал ты что тревожно склонившись спрашивает она меня есть хочу отвечая жалобно этот отвод кажется мне в это время таким убедительным но я не буду есть мясное иди мне сделать что-нибудь наши тося неслышно отходят двери и звонит и я насколько могу двигать и глазами смотрю за ней какая хрупкая стала у нее дали тося стала еще тоньше и словно меньше а вот остановилась она раскрытой двери и в полосе упавшего света под прозрачным летним платьем ясно оттеняются нежными тенями контуры ее слегка расставленных ног мне кажется она вся похудела я поднимаю глаза выше к ее рукам одетом в полотно до кистей и вдруг вспоминаю царапинах сделано хною в моем безумии мне хочется крикнуть но усилием воли я мгновенно поворачиваю лицо в подушку и впиваясь в нее зубами она говорит жозефом накрывающим стол однако чувство удовольствия радость выздоравливающего заливают меня я улыбаюсь я смеюсь смотрю на то как забавно мило ходит вокруг обеденного стола моя тассе и смеюсь вот она сдонула пылинку с тарелки зачем сдонула я так голоден что съел бы охотно эту пылинку вот несут немолочный суп и белые хлебцы побольше сахару говоря тассе и со страхом смотрю как отмиривает она мне его ложечкой не жалеть для меня сахару моя милая дочь и все мне смешно на затылке гарсона трясется кисточка непокорных волос из карманов рака торчит около салфетки проспавший он в торопях надел левый башмак на правую ногу я не советую вам так оригинально носить вашу обувь милый жозеф горе я ему и тихонько совсем тихонько беспричинно тайна тассе жму ему руку однако кроме молочной лапши мне сегодня ничего не дает вот она людская благодарность вступая в привлекание с тассе и жозефом и вдруг начинаю плакать самыми неподдельными огорченными слезами впрочем я сейчас же спохватываюсь и отпускаю жестом руки лаки вот тебе и два месяца болезни улыбаясь говорю себе я тассе успокаивает меня сообщением что через час или два меня выведут на балкон вечером дадут есть побольше а завтра утром если все будет также благополучно она хитро не доканчивает перечня заманчивых обещаний я допытываюсь она только улыбается наконец уступает мне завтра утром если все будет благополучно мы поедем вместе кататься в экипаже и снова у меня от умерения навертываются слезы но уж совестно прямо совестно показывать глаза тассе торопливо я берусь за первопопавшуюся газету и закрываюсь от тассе печатным листом и тут же как на грех глаза мои набегают на рескрипт испанского короля одному из министров я читаю торжественные восхваляющие слова воздаяние отлично усердные полезные службы вашей и вдруг разражаюсь умиленными рыданиями на всю комнату что такое что такое а беспокойно бросается ко мне тассе я сгораю от стыда мне очень совестно я хочу рассмеяться но снова против воли губы раздвигаются в гримасу я снова плачу прикрывшись газеты о какой же это восхитительный рескрипт зачем же ты читаешь газету строго замечает мне тассе тебе ничего еще нельзя читать доктор запретил да я вспомнил я вспомнил что-то извиняющим голосом бормочу я однако в общем я так хорошо веду себя что меня даже пересаживают в кресло бежит день и клоняться к сумраку сере стены мебель ковры а на душе моей все светлее и светлее я даже радуюсь тому что вот судьбой мне послана такая тяжелая болезнь я никогда не был бы так полно счастлив если до этого не захворал горячкой я должен благодарить этих маленьких инфузорий которые бросили меня на два месяца в постель и затем сделали таким бесконечно счастливым нет до чего доходит мое счастье я сижу в кресле какой гениальный столяр мог устроить это милое кресло это сипа для меня она не отходит от меня ни на шаг она рассказывает мне разные истории но когда замечает что губы мои начинают дрожать от волнения деликатно меняет разговор и отходит в сторону будто бы поправить занавески рискать вот уж теперь она рассказывает мне сказки я почти не слушаю их а только смотрю как мило движутся ее губы когда она говорит как по-прежнему единственно пахнет фиалками от его волос но совсем как в детстве дон дон ребята обеденный гонг внизу уходили вот знакомыми шагами пробежал мимо нас по коридору гарсон с медной тарелкой и крича что-то насчет обеда пронесся на следующий этаж однако надо затопить камин говорит ася является гарсон с изанкой дров и еловыми шишками вот трещат дрова пугливо бегает пламя меня пересаживают в кресло к камину как ровно теплится на моей душе неизъяснимая радость ничего ничего не случилось в нашей жизни тася как прежде сидит на корточках у пылающего камина щуре от яркого света глаза смотри не опали своих ресниц тася говорю я где мы купим себе подобные ресницы и вдруг тася раскидывается на ковре ложится на живот и болтает ногами что ты милая что спрашиваю я тася вдруг раздражается смехом чему ты смеешься арфа моя так да я понимаю в ее пор можно смеяться без причин на молчу смотрю на нее ах мне так хорошо объясняет мне тася и словно вкрадчиво переворачивается и лежит на спине в страна раскинутой и жутко знакомой мне позе затем поднимается медленно и смотрит мне в лицо и на несколько мгновений она совсем иная словно взрослая отходит к креслу садится задумывается ах взломав ее руки радостно вскрикивает она я поворачиваю к ней голову что ты я ничего говорит тази вздрогнувшим голосом я просто задумалась о чем задумалась я ничего она отвечает и в голосе и слышится хрупкая пугливая осторожность отходит к окну смотрит сдвигающийся сумрак вечера и повторяет подозрительно словно уверяет кого-то я ничего а ночью я просыпаюсь от того что надо мной кто-то стоит и дышит я вслушиваюсь еще во сне кто-то дышит неровно открываю глаза пугаюсь что ты тася отчего ты не спишь я все думаю медленно отвечает тася я все думаю папа все в одном о чем же тася молчит отошла страна вздохнула и медленно ложится на грудь в свою постель прячет в подушку лицо потом вздрогнув распластывает руки словно желая кого-то захватить поднимает голову и смотрит прямо перед собой в подушку тихо смеется загадочно стихает в беззвучном вздохе что это точно передо мной на подушке чьи-то губы папа что сломавшимся голосом спрашиваю я тася молчит прозрачными тенями окутанное и побледневшие лицо чуть света я поднимаюсь на постели в неслыханной радости сегодня мы в первый раз после болезни выйдем к морю нет ли дождя не небо нежное свет ровной матовой мы поедем наверное она еще спит это кудрявая белая березка не без труда поворачивая голову к тассиной кровати и вижу она не спит она сидит у себя на постели еще не одеты и отодвинув вори сорочки смотрит себе на грудь странным точно силищем что-то понять взглядом словно по толчку собрав все силы я мгновенно схожу с постели что ты тася спрашиваю все лицо ее покрывается растерянным румянцем зачем ты поднялся папа вскрикивает она но за этой выраженной звуками мыслью я вижу еще другую затаенную она не то хотела сказать я понял это по ее взгляду я хочу спросить ее об этом затаенном как вдруг вижу коричневые полоски царапин на ее плечах это я я стоном проносится в мою мозгу я сделал чтобы не упасть я схватываюсь за спинку тассиной постели тася это наделал все я уйди же папа горит оси сердито и быстро надрекает на плечи одеяла тебе нельзя вставать с постели зачем ты поднялся тася это я царапал твои плечи я сделал это в своем безумии а ты даже словом не намекнула мне простишь ли ты меня когда-нибудь вот пустяки говорит ося неестественным преувеличена громким голосом и охота тебе говорить об этом папа ты лучше уйди ты видишь я не одета и тебе не стыдно тася тася чуть слышно говорю я и отхожу к своей постели и сейчас же за собой я слышу быстрый топот босых ног и тася бледная растерянная догоняет меня и вздрагивает жмется ко мне как тонкое гибкое деревце но папа папа она прислоняется ко мне виском и обвивает мою шею руками что-то мне странно папа и как чужой мой голос и вся иная и что-то во мне растет и вот еще она останавливается смущенно и вскидывает на меня глаза и только шепчет беззвучно словно не решаясь говорить и затем решается и склоняет лицо словно я все расту папа все расту и по утрам не узнаю себя и просыпаюсь в каком-то изумлении и болит вот здесь здесь в пояснице и что-то дрожит во мне и кто-то по мне ходит и так мне совестно что иногда хочется погасить свечу и закрыться с головой еще уж я скажу тебе сейчас все папа я испугалась от того что ты увидел что я все рассматриваю себя на вот взгляни я наверное расту это не болезнь нет милая говоря тревожно и отворачиваясь сам красне нет цветок мой это не болезнь а что ж это значит папа почему так кася говорю я пристально смотрю его глаза уже девять часов нам пора задумчиво и отходят к себе тася о чем она теперь думает спрашивая себя и что я могу ответить на ее вопросы что поддерживая мои заботливыми руками я выхожу вестибюль и ослепленная останавливаясь в дверях гостиницы нет я совсем забыл про южное солнце я забыл что она так ярко и степительно я закрываю себе глаза испуганным движением это все спрашивает не кружится ли у меня голова нет отвечая голова не кружится совсем нет но я забыл за эти два месяца про блеск солнца и степящую березну улиц домов и площади я забыл про солнце смеюся меня усаживают в новенькой коляске и кучер приветливо снимает передо мной свой котелок может быть он думает что я щедрый русский князь миллионер нет он ошибается в расчете а впрочем если все будет так же радостно как радостно начало может быть и он не будет сердиться на меня легко впрыгивает в коляску беленькая птичка тебе удобно спрашивает она наивном радующимся словно светлым голоском и вытягивает шейку да мне удобно да что да я люблю тебя да смотри я взяла два апельсина тебе и мне она показывает на них с улыбкой я смотрю не на апельсин на нее все-таки она еще ребенок совсем ребенок несмотря ни на что да я люблю тебя до куда прикажет господин спрашивает извозчик не без грации натягивая на себя давно утративший колер перчатки куда глаза глядят отвечая я и тася слегка вспыхнув улыбается извозчик взглядывает на меня не без опаски однако он не переспрашивает странного русского князя а действительно едет куда глаза глядят то есть прямо по дороге в канн и вот мы на этом ровном словно вымотом широком шоссе неизвестно из чего сделанном но похожим на асфальт между рядами седых олив видавших кто знает какие времена раньше мы ходили пешком по этому шоссе нам нравилось идти по нему среди олив под горячим солнцем оставляя на размягченной от тепла его поверхности легкие следы каблаков а теперь вот мы едем на двух пофыркивающих четырехногих иностранках они все косят эти кокетливые француженки свои черные глаза словно желая посмотреть что это такое за русских князья ради которых им предписывает неожиданный променаж по дороге нет ничего особенного велой хибарки поля виноградника и цветов зеленые незастроенные равнинки но как хорошо и ясно на душе под этой властью солнце вот мост и внизу под ним сверкающими линиями убегают по направлению к нице рельсы тасси не успевает мне указать на них как из-за угла вдруг раздается шум и под нами тяжко ухнув прокатывается закопченное чудовище паровоз и за ним полукругом накренясь на бок цепь запыленных вагонов крохотные непонимающие словно картонные лица выглядывают из окон точно везут кур и гусей на продажу и они высовывают из клеток головы и кловчут вот кто-то бросил из окна папироску вот мы видим в широком окне купе целуется парочка целуются в негодование вскрикивает покрасневшие тасси ты видел папа они целуются но как им не стыдно а чего же стыдно спрашиваю тассио с немного царапанной душой опять это новое разъединяющее слово тассио взглядывает на меня широким потемневшим взглядом словно хочет сказать что-то но вспомнив воздерживается едем дальше мимо нас проносится автомобиль и в нем молодой краснощеки видимо до одурения наевшийся француз в кокетлявом плаще каким загадочным таинственным печальным словно что-то выпытывающим взглядом провожает его тассио а вот кавалькады молодых и красивых мужчин и меж ними офицеры в тесно обтянутых рейтозах никогда раньше не краснела тася взглядывая на чужого мужчину отчего же она теперь вспыхивает так что твердеют кончики ушей отчего так таинственно темнеет ее глаза отчего она вдруг вздохнула пуглево посмотрела на меня откинулась к спинке экипажа и улыбнулась восторженно а вот я вижу заметив что я закрыл от утомления глаза она вдруг привстает в экипаже и поворачивается к отставшей кавалькаде всем телом тася тася и она бледнеет разом мгновенно точно смерть прокатывается по щекам и бросается ко мне и обвивает мою шею обеими руками так что я воспринимаю в себе мягкое прикосновение подавшийся под давлением груди папа шепчет она и глаза блестят от странного загадочного волнения ведь ты любишь меня ведь ты мой что говорю обеззвучно нет я ничего не сказала равнодушно говорит тася она касается своей головы потом встряхивает ее оборачивается еще раз назад и загадочно улыбается я смотрю на нее да она уже формируется в женщину она не хочет ждать когда придет мой загадочный необычайный юноша она хочет любить сейчас как попало кого попало любить первого встречного шалопая ее стремление мне не удержать ничем все кончено борьба бесполезно вот гостиница лошади остановились разбитый растерянный с какой-то легкой точно опустошенной головой я выхожу при помощи людей из экипажа у вестибюлю гостиницы внезапно кто-то бросается между мной и тасси я смотрю мальчишка итальянец кинул к ногам тассе связку алых цветов и убегает блестя селькою в ухе о беспомощно говорит тассе и машинально берет в руки букет эти бродяги невыносимы смущенно бормочет борте я уже говорил нашему сержанту я не слушаю спокойно иду по лестнице за тассе и отстранил прислугу иду твердо вещей либо помощи один словно разом набрался силы я даже не удивился хотя преследования мальчишки становились уже более чем странно я только улыбался у меня в голове стоял кусок льда спокойно и безучастно наблюдаю за тассе вот она входит в наш коридор я иду за ней все один и она видимо забыла что я болен она отпирает дверь комнаты я чувствую что рука и дрожит она не может попасть ключом скважина замка но я отношусь к этому отдаленно дверь открывается мы входим в номер тассе нервного движения мы срывая из головы шляпку потом подходит букету смотрит на него возомления покачивая головой улыбается точно хочет сказать нет это же удивительно и осторожно кладет цветы на стол маленький клочок бумаги показывается среди лепестков какие-то цветы упорно думаю я какие цветы что-то знакомое обычное заурядное но вспомнить не могу впрочем я уже не думаю об этом я смотрю как тассе тянет бумажку за краешек смятый листик выскальзывает бесшумно и послушно маленькие невинные сложенные в треугольник клочок бумаги она развертывает его я подхожу сзади и может быть в одно время мы читаем по-итальянски ответит ли мне госпожа я люблю тебе больше чем святую марию смущенным румянцем вспыхивает лицо тассе она отступает касается висков и потом медленно опускается в кресло санта мария на рассвете мне вдруг делается жарко просыпаюсь может быть я не спал и был только в забытии рядом со мной лежит кто-то кто это тихо спрашивая в ответ две холодные слезинки падают на мои щеки тася ты здесь ты пришла ко мне зачем ты пришла папа 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 голос ее звенит обиженно жалко тася сев в постели начинает в ней покачиваться папа какие люди страшные и никого нет кто бы сказал мне и ты спишь и я одна и ты спишь обрывает она себя растерянным плачем я же ничего не знаю я не понимаю чего от меня хотят объясните же мне вы люди вы не звери окрещены именем христа чего от меня хотят кому и мешало что нужно им всем от меня что нужно успокойся тассе медленно говорю я и беру на руки и худенькое хрупкое тело она склоняется ко мне доверчиво с тихими рыданиями я прижав губы к виску ощущая ими как трепетно вздрагивает на нем нежная обиженная жилка тассе не плачь я с тобою на меня находят приступы безумия но несчастье снова придает мне силу я не дам тебе никому в обиду ты видишь я был болен два месяца а рука моя еще тверда как железо расскажи мне все что говорил мне раньше я все объясню тебе что знаю что могу тассе милые я жду твоих слов папа говорит мне тассе видимо колеблется нет я не знаю что мне говорить тебе папа но так жутко у меня ночами на сердце так страшно почему он не оставляет меня зачем он стоит около нашего балкона каждое утро когда ты был болен он бросил на балкон камень в нем была записка папа я не сказала тебе да ты этого не сказала мне тихо говорю я он не сердись глаза тассе обращаются ко мне беспомощно и робко она сидит под пиев подбородок рукой и думает думает напряженно я не могла тебе сказать этого ты был все время так болен но зачем он пишет мне о своей любви когда любить я хочу только тебя и какая бывает эта любовь папа когда я думаю о нем на сердце у меня делается холодно а руки лицо пышут огнем я увижу его и начинаю сердиться а когда его нет я думаю от чего его нет меня сердит что он плохо одеты что руки его грязны я нарочно разбросил ему за кона денег чтобы он купил себе новое платье ты удивлен ты сердишься мой папа нет я думал о нем только недолго вчера ним я думал очень недолго папа и немного сердилась что он не пришел вот она что угрюмо говоря неужели дошло до этого ты даже сердилась нет нет поправляется тассе конечно я сердилась совсем не на то я ненавижу его что он грязен и должен чистить сапоги у него и руки все в трещинах папа я раскрикнул ему чтобы он купил себе мыло когда однажды тебе сделалось легче честное слово и только поэтому тогда и влыбнулась ему и бросила деньги если бы тебе было плохо я бы не вышла на балкон ни за что я не сказала ему ничего о тебе но тебе и в самом деле сделалось лучше ты говорила ему и об этом я так была рада что у тебя понизился жар да да мой папа я вышла на балкон и крикнул ему это но сейчас же верила ему уходить я сказал ему чтобы он не приходил никогда то есть до тех пор пока он не переоденется в новое платье и вот вчера он был уже в новом платье а ты не заметил нет я не заметил этого тассе твои глаза сделали печально ты не печалься папа не так радостно сейчас правда я только что плакала а теперь я уж не плачу мне радостно от того что ты со мной ты это понимаешь конечно да я понимаю это вот и такой хороший ты как никто глаза тассе загораются счастьем и только блестящие следы слезинок еще заметно переносится ты самый лучший из всех мужчин ты слышишь как бьется мое сердце что она кладет мою руку около своей трепещущей и мягко поддающейся груди нет не убирай руку ты слышишь как она бьется это по тебе нет не по мне беззвучно говорю я я же люблю тебя больше всех на свете обними меня крепче не отодвигайся что ты какие странные у тебя стали глаза зачем ты хмуришься ведь я же люблю тебя вчера когда мы катались с тобой ты видел мимо нас проехало много мужчин были офицеры штатские и много было молодых но ты был красивее всех честное слово ты знаешь я думаю что он эти цветы принес больше для тебя папа то есть понятно он желал дать и мне два-три цветка ведь в этом нет ничего дурного но весь букет он конечно принес тебе для твоего выздоровления почему ты молчишь если хочешь я не выйду больше на балкон никогда я даже могу не выходить и на улицу мы отлично будем жить и в нашем номере папа ведь ничего не случилось и ты знаешь немного он похудел я вот еще хотела ему крикнуть чтобы выбросил он из уха эту противную серьгу да все было как-то неловко сказать при том какое же мне дело носит он в ухе серьгу или нет знаю я люблю только тебе одного о нем лишь подумала ты послушай вот такого я бы не могла полюбить подумал я вот он и молот а немножко красив не правда ли у него тоже черные глаза а все же такого я не могла бы полюбить это что он не пишет меня только смешит и потом он грубый папа я не велела ему приходить а он все приходит отчего же ты все молчишь ты сердишься или ты думаешь что он хоть немножко меня интересует почему ты так странно улыбаешься ты думаешь что он нет же нет честное слово у него правда черные глаза почти такие же черные как у тебя на тебе никогда не сравню с ним мой папа но чего ты молчишь тебе нечего сказать мне я продолжаю молчать да мне нечего сказать тебе моя бедная маленькая жизнь уже постучалась к тебе в потайную дверь твоего сердца раздался легонький стук ты поднялась прислушалась ты склонилась к двери ухом и робко говоришь что ты слушаешь и тебе говорит жизнь жизнь неповедимая и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране видео по ссылкам Субтитры сделал DimaTorzok